Наши новости начинают работу в эфире в студии Евгения Даровская. Здравствуйте, смотрите в выпуске. Кто следующий? Почему в Барнауле закрыли торговый центр «Россия»? Возрождение памяти, в каком парке Барнаула растет ель, посаженная Германом Титовым? Грязное дело, как покоряли внедорожники Сибири непроходимые тропы. Один огнетушитель на крупный магазин. Торговый центр «Россия» в Барнауле закрыт по требованию прокуратуры в связи с серьезными нарушениями пожарной безопасности. На их устранение надзорные органы отвели две недели. За последний месяц это уже четвертый ТРЦ в Барнауле и, видимо, далеко не последний. В ожидании закрытия развлекательный комплекс «Первомайские» судебное заседание, где решается его судьба, проходит в столице края в эти минуты. Отпугивает ли барнаульцев волна массовых закрытий, выясняла Валентина Аскерова. В черном списке район, Гулливер, Арена, а теперь и Россия. Но если первые три появились в городе относительно недавно, то у последнего за плечами полувековая история. Здание было построено в конце 50-х годов 20-го века и долгое время было одним из любимых кинотеатров барнаульцев. В начале 2000-х помещения перестроили по торговый центр, но по документам оно осталось кинотеатрам. А значит и требования к пожарной безопасности повышенные. Торговый центр России судебные приставы опечатали 12 мая причинам многочисленного нарушения правил пожарной безопасности. В здании бывшего кинотеатра расположен продуктовый магазин, отделы обуви, парфюмерии, косметики и сувениров. Все они закрыты на неопределенный срок. Для меня сейчас вообще неприятно даже, что я так торопилась, бежала. У них скидка с утра. Но приходя за скидками, Алла Викторовна, как и сотни других барнаульцев, даже не подозревали, что в здании масса нарушений. Неисправная автоматическая пожарная сигнализация, загроможденные эвакуационные проходы и всего один огнетушитель на все здание. Пугают ли такие серьезные нарушения барнаульцев? Мы редко ходим. Ну, конечно, есть какой-то страх небольшой уже появился. Я не посещаю их в принципе. Нет. А почему не боитесь? Почему мне страшно? Я ориентируюсь в пространстве. Есть опасения. А в Меджи стали посещать их? Нет. Я их почти и так не посещаю. Всего по всей России после трагедии в Кемеровской зимней вишне закрыли больше 150 торговых центров. Эта цифра растет с каждым днем. На Алтае за последний месяц закрывают по одному центру в неделю. Пока второй шанс дали только Бийскому воскресенью, где успели вовремя устранить все нарушения. Политина Аскерова, Андрей Печоркин. Наши новости. Сегодня в Варнауле начали выдавать путевки в детские сады. Напомним, что в этом году впервые получить заветный документ можно без очередей. Свидетельства о том, что вашему ребенку досталось место в садике, теперь выдают непосредственно в дошкольном учреждении. Родители ждут по понедельникам, средам и четвергам время приема с 9 до 16 до 29 июня. По словам специалистов городского комитета по образованию, ажиотажа не будет, поскольку родители приглашают организованное и назначают им точное время. А вот по краю массовая выдача путевок еще не началась. В городах и селах получить заветный документ по-прежнему приглашают в местные комитеты по образованию. Известно, что все дети трехлетнего возраста путевками в детские сады обеспечены. Делегации от Алтайского края сегодня представляют экономический потенциал региона в Китае и Азербайджане, как сообщает официальный сайт правительства региона. В Азиатском государстве наша делегация проведет переговоры с руководством провинции Дзилини о расширении сотрудничества. Также пройдет встреча с представителями китайских предприятий-импортеров алтайской сельхозпродукции. А в Азербайджане наши предприятия участвуют сразу в трех международных выставках, где презентуют продукцию сельского хозяйства, пищевой промышленности и упаковки. Добавим, что Алтайский край поставляет в Китай и Азербайджан главным образом продовольствия. Зерно, муку, рапсовое подсолнечное масло покупает у Китая бытовую технику, электронику, одежду и обувь. Азербайджан экспортирует нам фрукты, овощи и табак. Яркий праздник на протяжении всего дня. В Наукограде началась подготовка к фестивалю БИИСК Глобал Пати 2018. В этом году показать свой талант многотысячной публике сможет любой желающий. На главной сцене ждут артистов, спортсменов и трюкачей со всего Алтайского края и даже соседнего региона, Республики Алтай. Уже объявлен конкурс. О том, как стать участником самого масштабного события предстоящей осени, расскажем прямо сейчас. Зажги по полной на БИИСК Глобал Пати организаторы грандиозного фестиваля дают возможность каждому, кто умеет петь и танцевать, выкручивать головокружительные трюки, показать свой талант на главной площадке праздника. Мы чувствуем, что необходимо меняться и, может быть, даже обновляться. Поэтому в этом году мы достаточно серьезно расширили географию. То есть в этом шоу теперь могут принять участие не только жители города БИИСК, но и жители всего Алтайского края, любого района и любого города. БИИСК Глобал Пати привлекает большое количество зрителей и участников. Так, за два года в фестивале приняли участие больше полусотни творческих коллективов, а также спортивных и патриотических клубов. А увидели их на главной сцене больше 10 тысяч зрителей. Инициатором и организатором масштабного праздника выступает Фонд социального содействия Александра Прокопьева при поддержке городской администрации. Мы объявляем конкурс, по результатам которого участники получат приглашение, так скажем, на главную сцену БИИСК Глобал Пати. И это выступление увидят тысячи человек. Есть еще одна важная составляющая этого конкурса. Жюри будет принимать на рассмотрение только те выступления, которые созданы в этом, в текущем творческом году. 13-часовой марафон, наполненный яркими выступлениями, спортивными состязаниями, необычными играми и конкурсами, розыгрышами призов пройдет в первое воскресенье осени, 2 сентября. Для того, чтобы стать участником, нужно записать видеоролик вашего выступления и отправить его на электронную почту. БИИСК Глобал Пати Собака Майл.ру с пометкой «Конкурс». Заявки принимаются до 19 августа. Не упусти свой шанс, покажи, на что ты способен. Евгений Плохотин, Николай Шилко. Наши новости. Продолжаем выпуск. Заброшенный парк, заложенный героями Советского Союза, восстановят в Барнауле. Инициативная группа уже очищает территорию аллеи на проспекте космонавтов и планирует вернуть парку изначальный вид. Чего уже смогли добиться активисты и какую роль в восстановлении памятника истории могут сыграть обычные барнаульцы, выяснял Илья Кочетков. Аллея на проспекте космонавтов. Еще недавно одно из самых неухоженных мест города. Вот кадры сюжета, снятого нами три года назад. Заросли, горы мусора и потрескавшаяся асфальтовая тропинка. Старожил Эдуард Тушев вспоминает, в советское время здесь был самый настоящий парк. Победа. Вот уникальный снимок. 9 мая 1965 года. Празднование 20-летия со дня разгрома фашистских войск. Почти 100 героев Советского Союза, герои войны и труда, лично высаживают именные ели. А у каждой елочки была тумбочка персональная, бетонная. И на ней хромированная табличка. Кто посадил? Только снег сошел, чтобы убирали все лишнее. Наводили порядок. Вот здесь вот по этим газонам высаживали цветы. Говорит, после развала Союза таблички исчезли. Еле осталось меньше половины, а сам парк стал никому не нужен. Два года назад он поделился со своей внучкой Инной Тушевой воспоминаниями. Так родилась идея парк восстановить. Мы начали с того, что выходили на субботники, организовывали население города Барнаула, население прилежащих домов. Здесь не только стало чище, здесь, как вы видите, стало еще и безопаснее. По ее словам, к акциям охотно присоединились ветеранские организации. Оказалось, многие этот парк прекрасно помнят. В прошлом году городские власти помогли с вырубкой аварийных деревьев. А на следующий год Комитет по делам молодежи Барнаула обещает выделить на благоустройство около 200 тысяч рублей. Студенты-архитекторы из АГИК разрабатывают проект реконструкции, обещая сделать настоящую современную зону отдыха. Тем временем волонтеры-краеведы продолжают искать все новые исторические факты о парке. Предстоит узнать именно точное количество, сколько человек высаживало. И, скорее всего, в закладке парка участвовали космонавты. Это, в частности, Герман Титов, наш земляк. И предстоит узнать, именно был он или нет. Инициативная группа обращается ко всем неравнодушным барнаульцам. Если в ваших семейных фотоальбомах есть фото парка, каким он был изначально, или вы можете поделиться интересными фактами из его истории, вас просят связаться по телефону или электронной почте, указанным на экране. Открыть парк в уже обновленном виде планируется к 75-летию со дня Победы в 2020 году. Илья Кочетков, Николай Шилко. Наши новости. Марию Прусакову свергли с поста руководителя фракции КПРФ в законодательном собрании Алтайского края. Такое решение члены фракции приняли сегодня на внеочередном заседании. Пять из шести присутствующих проголосовали за то, чтобы снять с должности Прусакову и назначить на этот пост Максима Талдыкина. Как сообщает полиция БРУ, которому Талдыкин дал комментарий, главная причина, по которой Прусакову освободили от занимаемой должности, неорганизованность работы партии и отсутствие коллегиальных решений. Отметим, что сама Мария Прусакова от каких-либо комментариев отказывается. Недетские страсти вокруг детской площадки разгорелись в барнаульском поселке Научный городок. Жители много лет ждали установки новых качелей и горок. Местная администрация выиграла грант на строительство новой площадки. Но она устроила не всех родителей. Почему, расскажет Ирина Корчагина. Старые советские качели скрипят, как в фильмах ужасов, рассказывают нам мамы в Научном городке. На эту детскую площадку они боятся отпускать своих детей. Дети вынуждены просто-напросто скитаться, сами находить себе, где бутылки, где осколки, где что-то еще. Поэтому мы очень нуждаемся в детской площадке. Это единственное, что нам на сегодняшний день сегодня необходимо здесь. В прошлом году местная администрация выиграла грант на строительство новой. С песочным городком, арками, мягким покрытием. Площадь порядка тысячи квадратных метров. Стоимость полтора миллиона рублей. Средства предусмотрены краевым, муниципальным бюджетом, а также взносами юридических лиц и населения. Родители собрали 220 тысяч рублей и стали ждать стройки. А на днях узнали, что проект детской площадки уже готов. Однако, говорят, с ними детали никто заранее не обсудил. Когда мы уже нам объявили, что уже грант выигран, и когда нам показали уже сметную документацию и всю вот эту картину, наполняемость всей этой площадки, значит, мы как бы стали обсуждать это все. Родители подростков возмутило, что готовый проект не предусматривает, к примеру, установку тренажеров или строительство нового спортивного комплекса. Родители малышей, наоборот, полностью поддержали проект. Песочницы и горки считают они самое необходимое на детской площадке. Мнения разделились, но на общем собрании большинством голосов местные жители решили, что игровой зоне все же быть для дошкалят и детей начальных классов. При формировании заявки на участие в проекте поддержки местных инициатив предлагаются фото и видеоматериалы с ранее проведенных собраний. А проблема в том основная, что население к реализации проекта подключилось на последней стадию. В администрации говорят, смета уже утверждена, внести изменения невозможно. И к 1 сентября площадку должны смонтировать. Возможно, что спортивные тренажеры – это дело уже совсем другого гранта. Ирина Корщегина, Андрей Печоркин. Наши новости. Даже любительский спорт дарит здоровье. В Барнауле уже второй год подряд организуют благотворительный турнир для помощи онкобальным малышам. В этот раз на спортивную площадку приглашают не только любители волейбола, но и баскетбола и футбола. Это будет парковый волейбол, футболом, это будет именно пляжный футбол и стритбол. По всем направлениям. Мы приглашаем как отдельных участников, для этого необходимо с нами связаться, для того, чтобы мы включили нас в команду. И приглашаем команды, корпоративные команды, любительские команды. Включить в программу больше командных игр организаторов попросили сами горожане. Настолько успешным оказался первый волейбольный турнир год назад. Как объясняет Ольга, такие товарищеские соревнования объединяют и хобби многих горожан и желание помочь тяжеловальным детям. Общий взнос за участие, как и в прошлый раз, перечисляется на счет общественной организации «Мать и дитя». Кроме того, будет организован сбор детских игрушек. Благотворительный турнир пройдет 20 мая в воскресенье на площадке «Локомотив». Оставить свою заявку на участие можно по телефону или на сайте, который сейчас на ваших экранах. То ли заезд, то ли заплыв. Дожди, которые в последние дни накрыли Алтаи, обрадовали некоторых водителей. Ведь для них чем хуже трасса, тем лучше. Турнир «Бегемот-трофи» собрал на окраине Барнаула более 50 участников из разных городов Сибири, которые без страха с головой бросались в грязевый омут. При съемке материала Кириллу Балитову тоже не удалось выйти чистым из воды. Ему слово. Красиво плывут. Вон те с лебедкой наперевес. На профессиональном языке пилотов такая подмога называется «лебедица». Пройти эту грязную гонку без троса, выручалочки, ну просто невозможно. После нескольких часов гонок и без того непроходимая трасса превратилась просто в какое-то болото. Вот сами посмотрите, можно взять вот такую веточку и попробовать. Но тут плохо, плохо получается. Хотя, смотрите, достаточно глубоко, да. Тем не менее, вот ребята справляются, пытаются пробираться. Порой непонятно, кто кого везет. То ли пилот машину, то ли наоборот. Получается скорее синхронное плавание с автомобилем. Ощущения суперские. Эмоции вообще вызывают только один восторг. Это наше, по сути, третье соревнование. Ну целый год ждали, чтобы в грязи поваляться. Да, не представляешь. Машины самые разные. От подготовленных до самоделок. Правда, перед бездорожьем все равны. Имидж здесь ничто. Главная победа. Условие одно, как можно больше проехать кругов за отведенное время. Это пять часов драйва, адреналина и, конечно же, грязи практически непроходимой. Пять часов. За пять часов надо построить свою тактику и суметь проехать, чтобы не сломать автомобиль, чтобы выдержать самому. Плюс трасса меняется все пять часов. Техника хоть и подготовлена, но такие марафоны все же не выдерживает. Реанимировать четырехколесных экипажам приходится, не отходя от трассы. Что сломалось? Генератор. Не выдержал нагрузки? Ну да, ввод на преграду. Мочился. Намочился немножко. Как его высушить теперь? Сейчас починим. Это первые старты нового сезона. Впереди несколько месяцев непроходимого бездорожья. Благо в России таких направлений, как грязи, хватит на всех экстремалов. Кирилл Политов, Александр Антропов. Наши новости. Главный приз – съемка профессионального видеоклипа. Музыканты из Барнаула, Новосибирска, Иркутска, Горноалтайска и Заринска пытались покорить членов жюри конкурса, который многие называют местным Евровидением. Елена Кузовкина о том, как проходили музыкальные баталии. Сцена Барнаульского дворца культуры не часто слышит такие смелые громкие выступления. Звуковой вибрации не выдерживает даже наша аппаратура. Зритель в зале делится на две категории – равнодушно наблюдающий и счастливо подпевающий. Последних, к счастью, больше. Сибирский музыкальный конкурс впервые провели в 2012 году. Тогда он назывался «Весьма просто. Снимем клип на халяву». Известный артист, профессиональный исполнитель Виталий Гасаев в числе жюри еще до начала конкурса он признался – ждет от музыкантов драйва и по-доброму им завидует. Думаю, вот нам бы тогда такой свет, инструменты, аппаратура, чтобы такая была. Но у ребят все есть, самое главное, чтобы у них желание было. Все музыканты исполняют исключительно авторские песни. В жанрах участников не ограничивали. Вот, например, яркая, необычная группа из Новосибирска играет легкий рок. На сцене кахон – инструмент, очень похожий на простой деревянный ящик, виолончель, альт, бас, гитара и акустика. В фестивале на самом деле много, но попасть непросто. Всегда жесткий отбор. Как вам главный приз? Удачный. Удачный приз достался группе из Барнаула под названием Red Solo Cup. Организаторы конкурса помогут ребятам снять качественный клип. Ну а 12 июня, в День России, лучшие музыкальные коллективы Сибири вновь выйдут на одну сцену. В Барнауле на площади Сахарова состоится гала-концерт победителей. Елена Кузовкина, Александр Антропов. Наши новости. И в завершении выпуска «Погоде» спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». А какой глицин принимаете вы? Принимайте глицин «Форте Эвалар». Он отличается высоким содержанием глицина, усиленного витаминами для мозга. Качество гарантировано международным стандартом GMP. Глицин «Форте Эвалар». Почувствуйте разницу. Все новости к этому часу. Хорошего вам настроения и до встречи в эфире. Михаил Мальцев воевал на Центральном, Брянском и Первом Белорусском фронтах. В 1945 году, командуя батальоном вместе с другими подразделениями бригады, первым вышел к окраинам Берлина и достиг канала «Берлин-Шпандауэр». Форсировал его и захватил Плацдарм. За неделю боев под его началом было уничтожено 17 танков и почти 2000 фашистов. За это ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Демьян Маматов воевал на Сталинградском, Втором, Прибалтийском и Первом Белорусском фронтах. В 1945 году капитан умело организовал форсирование «Вислы». Прорвав оборону противника, батальон овладел сильно укрепленными опорными пунктами. В ожесточенной битве Маматов погиб. Звание Героя Советского Союза присвоено посмертно. Его именем названа улица в селе Песчаная Топчихинского района.